Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников и описание этих работ по книге Великий Музей Мира. Ганс Гальбейн-младший. Послы. 1533 год. Дерево-масло. 207 на 209. Достаточно большая картина. Редкая картина вызывает такие горячие споры и дискуссии по поводу своего содержания, как послы Ганса Гальбейна-младшего. На ней запечатлены двое богатых и образованных людей. Слева, как установлено, 20-летний французский посол в Англии Жан де Тернвиль. Справа Жорж де Сейф, епископ Лавуа, посетивший Лондон в апреле 1533 года. Молодому человеку 25 лет. Поразительно, сколько важных миссий ему было доверено в этом возрасте. Он являлся посланником при Венецианской республике и в Ватикане. Представители интеллектуальной элиты запечатлены в окружении всевозможных предметов, свидетельствующих об их интересах. Изображено множество измерительных инструментов, необходимых, чтобы ориентироваться во времени и пространстве. Их чрезвычайно интересно рассматривать. Например, на сторонах многогранника солнечных часов указаны в качестве ориентира разные точки. Это связано с временными поясами. Поскольку послы много ездили, в ту эпоху часовые пояса не были установлены до юра, они существовали только де-факто, то такие часы помогали им ориентироваться в местном времени и соотносить его с лондонским. Также художник нарисовал книги, в их числе сборник лютеровских гимнов. Здесь же физические приборы и музыкальные инструменты. На центральном месте лютня, футляр для флейт. Самый загадочный предмет, определить которого долгое время не удавалось, лежащий на полу, чрезвычайно предоизмененный оптически с точки зрения ракурса изображения, череп. Картина не просто портрет, она несет некое символическое послание. Череп, безусловно, вносит в нее мотив бренности земного существования. Аминта моря, с латинского «помню о смерти». Некоторые предметы могут быть прочитаны, как намек на произошедший религиозный раскол, и жаркие, и связанные с ним дискуссии. В этом ключе истолковывается оборванная струна лютни. Ну вот такое описание к работе послы, автор Ганс Гальбейн-младший, 1533 год, «Дерево масло». Пока-пока, до свидания, описание по книге «Великий музей мир». До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok